Сегодня 7 октября 2022 года и Владимир Путин отмечает свой 70-летний юбилей. А вчера патриарх московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих усердно молиться в течение двух дней о здравии Владимира Путина. И я решила подойти к москвичам и задать им вопрос, будут ли они это делать. Патриарх Кирилл вчера призвал всех верующих молиться о здравии Владимира Путина. Будете это делать? Нет. Можете объяснить, почему? Ну, у меня другая религия. Я атеист. Ну, призвал и призвал. ЛКВ. Будем? Обязательно. Да, конечно. Ну, в принципе, будут, но не в церкви. А это безопасно отвечать на такие вопросы. Это вообще дело индивидуальное, личное каждого человека. Планируете это делать? Нет. Я ему желаю здоровья, но молиться вряд ли. Ну, надо за всех молиться. Не только за президента, и за нас. А как вы вообще относитесь к такого рода заявлениям от патриарха? Ну, если у нас главы государства не будет, нас всех растащат. По кускам, можно так сказать. Мы за себя не молимся. У меня есть о ком молиться. Я не молюсь. Да, я всегда молюсь о его здравии. Человека день рождения. Это глава нашего государства. И все, что он делает, по крайней мере, я лично, мне не откликается, что это против моего какого-то... Все правильно. А как? Мы должны молиться за тех, кто с нами, кто нами движет? Ну, кто-то хочет, пусть, да, молит. Что плохого? За царя всегда призывали. Молиться не буду, но здоровья я ему пожелаю. А как вы вообще относитесь к такого рода заявлениям от патриарха? Ну, не надо призывать. Это какое-то услужничество, что ли, у него к Путину. По призыву ничего не будет. Это должно быть по порыву души. Вот. Ну, я думаю, найдутся у нас люди, которые и без призыва помолятся за него. Ну, дай Бог ему здоровья. Нет. Нет. Обязательно. Можете объяснить, почему? Потому что я люблю Путина. Приятный человек. Мудрый человек. Позитивный человек. Ну, и эпитет много-много-много. Я бы помолилась, честно сказать. А у вас какое мнение по этому поводу? Ну, я согласна. Да. Пусть живет. Владимир Путин. Молодец. Политик, лидер и боец. В целом, люди отвечают так, как я и предполагала. Большая часть поддерживает заявление патриарха Кирилла и собираются молиться за здравие Владимира Путина. Есть люди, которые говорят, что они атеисты, и часть неопределившихся. Но, учитывая специфику данного вопроса и специфику все-таки нашего времени, я думаю, что некоторая часть людей все же говорит не то, что она думает на самом деле. Но, к сожалению, тенденция такова, что доверие к Владимиру Путину и к патриарху Кириллу все-таки у москвичей есть.